В одной мирной финской деревне жил-то был один парень. Работал он трактористом, любил пиво и местную девушку по имени Суски. Девушка была неприступна и сердце ее было холодно к ухаживаниям парня. Из родни у него была только бабушка, пожилая финская старушка, чей жизненный опыт уступал только в глубине ее же маразма. К ней-то парень и отправился за советом. — Что делать мне, бабушка? — спросил парень. — Никогда не пей, у тебя гена алкоголика. — ответила бабушка. — Как мне завоевать сердце Суски? — спрашивал парень. — Твой дед Валта, когда вернулся с войны, только и делал, что квасил, — ответила бабушка. — Бабушка, дай мне хороший совет, — взмолился парень. — Найди себе хорошую жену, — ответила бабушка. — Тумалаута, — ответил парень и пошел к своему дяде. — Да, вообще-то из родни был еще дядя, но они мало общались, так как дядя был дзен-буддистом и мало на что реагировал из реального мира. — Дядя, позволь почерпнуть из твоей мудрости, — обратился юноша к дяде, который медитировал у себя на ферранде. — Дело в том, что я влюбился. — Вчера было вчера. Сегодня — это сегодня. Завтра — это завтра, — ответил дядя, не выходя из алкогольной медитации. — Что делать мне, чтобы завоевать ее сердце? — спрашивал юноша. — Алкоголь должен быть в облаках. Если пойдет дождь, его можно пить. Или дополнять бутылки и продавать. — Глубокомысленно ответил дядя. — Дядя, сжалься! — взмолился парень. — Сегодня я не другой человек, чем вчера. И завтра не другой человек, чем сегодня, — ответил дядя. — А где ты? Подумал про себя юноша, но бутылочку дядиного пива прихватить не забыл. Делать нечего. Сел он в свой трактор и отправился в гору. Так случилось, что на ту пору в городе проездом оказался целый президент Финляндии. Решил юноша спросить совета у такого большого и важного человека. — Здравствуйте, господин президент, — поприветствовал он. — Я президент Финляндии, — ответил ему тот. — Да я вижу, — ответил юноша. — Могу ли я спросить у вас совета? — Мои часы показывают точное время Финской республики, — согласился президент. — Дело в том, что я люблю одну девушку, а она меня не любит, — пожаловался юноша. — А у меня есть первая леди, — с издевкой заметил президент. — Ах, ты еще издеваешься, гад! — воскликнул юноша и хотел ударить президента, но тут набежала полиция и упекла его в кутузку на три дня. За покушение на лицо первого лица государства. В камере он сидел один, но все равно спал у параши, так как по жизни был честным человеком, да и больше спать оказалось негде. Откинувшись с Кичи с первыми петухами, парень оказался в городе на автобусной остановке. По счастливой случайности здесь же оказался его давний приятель, с которым он в школе учился, в институте, но не закончил. Друг рассказал парню о колдуне, жившем у озера. Мол, тот духов видит и с козой ебется. Долго ли, коротко ли, добрался парень до озера, где дом колдуна стоял. Колдун был дюже азартным и сразу предложил сыграть в карты. На интерес. Если мальчик три раза у колдуна выиграет, то колдун поможет ему завоевать любовь. Если колдун выиграет... В общем, там такое было, что ни в сказке сказать, ни на ютубе показать. Долго бились они в венте древнечухонскую игру. Да только выиграл парень со счетом 3-2 в нашу пользу. Запыхтел колдун цыгаркою, да делать нечего. Надо уговор исполнять. Дал он парню свою машину, черную сацуму. Да наказал, чтобы приехал парень на будущий день о полдень в город. Там, мол, само собой все и устроится. Напомни, сказал колдун. Машина эта порождение самого сатаны. Если ты на ней три греха совершишь, погубит она тебя. На другой день, как условились, парень приехал в город. Бензин был почти на нуле, решил он заодно заправиться. Только залил полбака, глядь, а неподалеку суски сидит в другой машине. Замуж собралась за какого-то мужика. Ну, замуж не замуж, но не за пряниками это уж точно. Посерчал парень, прыгнул в сацуму и за ними погнался. А заплатить за бензин доброму Тейма забыл. Так совершил он первый грех, воровство. Долго ли, коротко ли они ехали, да только угодили преследуемые в ДТП. Водитель насмерть, машина в тотал. А суски с множественными переломами лежала. И молвит она парню человеческим голосом. Отвези меня в больницу, добрый молодец. Ну, или хотя бы к себе домой, я хоть макияж себе поправлю и рваные колготки поменяю. В больнице в округе не случилось, поэтому повез парень ее к себе домой. На кровать уложил, а сам как лошара на диване лег. По утру, глядь, исчезла, блядь. Но оставила записку. Мол, жду тебя в городе. Приезжай, коли не струсишь. Да пива возьми, сколько увезешь. А не приедешь, всем расскажу, что ты неправильный пацан. С колдуном на интерес играл. У параши спал. И со мной вчера не лег. Пригорюнился парень. Откуда же, думает, знает она про его наклонности? Решил советой спросить у мужика, самого опытного, какого знал. Мужик тот был очень мудрый и сильно любил местную Прагу, потому как женился неудачно. Парень ему частенько ведро другое порыжил за небольшой навар. Пожарил в кладовой. Нет Праги готовой. Одна лишь бутылочка осталась. Ладно, думает. Подсуну я мужику в остальных бутылках воду, а вось не заметит. Нету времени ждать, пока новая брага вызрит. Так совершил он второй грех. Обман. Мужик и правда подлога не просек. И поведал парню, что Суски на самом деле целая ведьма. Да и не мудрено, какая честная женщина за ночь компрессионный перелом позвоночника залечить сможет. Мол, соблазняет она парней молодых и начинает их пивом поить, пока они не лопнут. А души колдуну поставляет. Бери с собой пиво, сколько увезешь. И водки бутылку в бардачок закинь. Посоветовал мужик. Как начнет она пиво жрать, да тебя поить. Ты водочки, ты охромякни. Тебя и вырубит. А не то, как есть от разрыва мочевого пузыря помрешь. Приободрился парень. Помылся первый раз за месяц. Пиво в машину закидал, проводку не забыл, да и поехал в город. А там его уже поджидала Суски ведьма. Села она в машину и стали они по округе кататься, соблюдая скоростной режим. Парень баранку крутит, а ведьма, знай себе, пиво пьет и музыкой его пытает. Нарочно выбирая самую сутанинскую. То радиодача в Рубик, то юмор ФМ, то Егора Крида. Наконец ведьма говорит, чтоб ехали они куда-нибудь подальше от людей. Парню делать нечего, свернул на проселок. Едет себе, а по странам места дикие, нехоженные. Приехали они по итогу на самую лысую гору, где каждую субботу сатанинские шабаши проводились. Тут, как и сказывал мужик, ведьма начала его пивом спаивать. Эй, говорит, мужчина ты или гомик? Парень пил-пил, слушал ее, а потом момент-то улучил, схватил бутылку водки, да и опрокинул ее залпом с закрутом. Да и лишился чувств. Очнулся дома, живой. Ни машины, ни ведьмы, только полный мочевой пузырь. Прыгнул он на свой верный мопед, с пятого раза завелся и поехал на лысую гору машину забирать. Ну, не бросать же. Приезжает он, глядь, а там вместо сатсумы вороной стоит какое-то ржавое корыто. Вокруг бутылки валяются, окурки и трусы леопардовые лежат. Плюнул он и домой вернулся. А через две недели позвонила ему с узки ведьма и сообщила, что беременна тройней. Волком взвыл парень, и жизнь его на этом была разрушена. Мораль. Никогда не заигрывай с сатаной. Вроде и три греха не совершил. И ведьму обманул. А и сам не рад остался. Сказку сказывал Луар. Подпишись на канал.